Татьяна Дмитриевна Спарыхина Здравствуйте, Виктория Главный врач Центра эстетической медицины и красоты Медест Врач-физиотерапевт, лазеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Татьяна Дмитриевна, Ваш центр один из первых центров эстетической медицины в Хабаровске и Хабаровском крае И не только, наверное, в нашем крае, но и на Дальнем Востоке Как Вы пришли в эстетическую медицину? Нашему центру вот в этом году исполняется 30 лет И мы открылись в 1994 году Но тогда еще не было понятия эстетическая медицина Хотя мы уже сразу назывались Медест Может быть, немного опережая время Но как таковой клинической специальности не было И мы открылись как центр реабилитации В частности, физиотерапия, рефлексотерапия, лазерология И там же была и гомеопатия, метод фолия То есть мы работали именно по улучшению качества жизни По оздоровлению именно в области опорно-двигательного аппарата И это вылилось потом и в работу с лицом Не только с телом, но и с лицом Вот Вы как главный врач этого центра И сами кандидат медицинских наук Насколько Вы считаете, что опыт врача Он важен в этой области медицины? Опыт врача, любого врача в любой области важен И врач со временем, поскольку он приобретает профессиональный опыт Как специалист становится более ценным И это касается в том числе и эстетической медицины Просто сейчас существует очень много рекламы Различного рода услуг эстетической медицины Которые оказывают люди без специального медицинского образования Вот как Вы относитесь к подбору персонала Кто работает у Вас в медицинском центре? Вот эта путаница, она возникла на связи с тем Что зачастую, в том числе и наши пациенты И в целом население не разделяет бытовые услуги и медицинские услуги Это то, что касается нашей области А здесь достаточно четкая граница Потому что бытовые услуги не предполагают действительно образование медицинского Это какие-то банальные услуги А то, что касается уже связанных с повреждением кожи С теми же инъекциями, с теми же пилингами Различной мезотерапией, биритализацией Это все уже врачебные услуги на самом деле И они назначаются доктором И там есть показания, противопоказания И уже к бытовым они никак не относятся Ну и конечно определить, какая все-таки услуга более необходима И показана какой-либо женщине Кстати, с какими проблемами чаще всего приходят женщины к Вам в центр? Конечно, вот доктор, когда смотрит, у него свое видение В каждом конкретном случае Но и в то же время мы всегда начинаем свою работу с того, что мы слушаем пациента Да, что женщина хочет? Сохранить красоту Что хочет женщина, да? Иногда так бывает, что женщина и сама не очень четко представляет, что она хочет И поэтому тут тоже важно как-то подсказать и помочь Разные пациенты с разного возраста приходят с разными запросами Молодежь, как правило, это 20+, это проблемная кожа, это акне, постакне Если это 30+, это уже какие-то первые возрастные изменения Это может быть какие-то мелкие морщинки Там какие-то пятнышки пигментные, капиллярные Или же это вот, когда начинаются уже, опускаются ткани Уже начинают перемещаться в нижнюю треть лица И треугольник молодости постепенно В целом он, основная площадь его области средней трети лица на сколах Но со временем он как бы переворачивается И ткани перемещаются вниз То есть это все зависит именно от того Еще в какое время пришел человек А какие существуют все-таки методы вообще в современной эстетической косметологии Которые помогут действительно отодвинуть вот эту возрастную планку какую-то женщине Ну, еще раз, да, мы речь идем об эстетической медицине Потому что специалист-эстетист это несколько вообще другая профессия И именно вот мы сейчас разговариваем об эстетической медицине Там, где необходимо высшее медицинское образование Конечно, вот потому что те процедуры В частности аппаратные процедуры Это раздел физиотерапии И это отдельная специальность, которую тоже Которую врач получает после базового образования В частности по терапии или по педиатрии И на сегодняшний день Такие процедуры можно подразделить на аппаратные, инъекционные С чего человек начнет Тоже здесь не так принципиально важно Все зависит еще от потребностей у человека Если, допустим, у него там срочно Какое-то мероприятие, свадьба Там сына или внука И нужно быстро себя привести в порядок Красиво и стать завтра Да, вот прям завтра Лучше там еще вчера, как говорится Вот То это один вариант Если же это в плановом порядке И никто никуда не торопится И человек готов за собой ухаживать Уделять себе внимание Вот это другой вариант Но сейчас, допустим, иногда задают вопрос Как часто необходимо посещать врача-косметолога? Ну, на сегодняшний день в статической медицине Уже сформированы эти стандарты Это 11 раз в год То есть каждый месяц? Ну, желательно Каждый месяц Может, какой-то месяц там отдохнуть Если там, может быть, в отпуск куда-то поехали Вот, да, практически каждый месяц И это позволяет сделать и базовые процедуры в течение года И между базовыми процедурами Какие-то поддерживающие уже Не такие, может быть Не такого мощного воздействия Не такого сильного воздействия Но как поддерживающие Вот И в этом случае Если мы никуда не торопимся То лучше, конечно, начать с аппаратов Потому что аппараты На сегодняшний день Это такие фундаментальные методики Которые действительно Помогают отодвинуть следующий возрастной рубеж Более результативные, наверное, можно сказать Ну, результативные, конечно Потому что они не только вот Как вот, знаете, массаж маска На сегодня Мы видим результаты А уже там через пару-тройку дней Мы уже Уже нам бы хотелось что-то еще Уже не видно этого Уже такого резкого Выраженного результата мы не видим А аппаратные техники Сегодня позволяют Всего, допустим, один раз Там два, в три, в четыре года Делать эту процедуру И, тем не менее Сохранять Хороший эстетический вид За счет именно базовых процедур Очень популярная аппаратная методика Это безоперационный смаз-лифтинг Вот очень много в интернете Можно найти о ней Различной информации Вот как вы относитесь Как врач, профессионал К этой методике Смаз-лифтинг Смаз – это аббревиатура От Первоначальные буквы От технологий Именно от области воздействия М – это мышцы Поверхностные Да, лицевые мышцы в частности А – это апоневроз Это плотная такая широкая связка На которой лежит подкожно-жировая клетчатка На ней лежит кожа То есть это достаточно глубокие слои С которыми раньше косметологи Вообще не работали Просто никакие технологии Туда не доставали А на сегодняшний день Есть процедуры Которые именно Фокусируются на этих глубоких структур В частности Вот на апоневрозе Глубина которой 4,5 мм на лице Ну а частично на поверхностных мышцах И если раньше тут работали только хирурги То сейчас косметологи Имеют возможность С помощью фокусированного ультразвука Обрабатывать тоже эти структуры Но в отличие от хирургии Когда хирург иссякает участок кожи Да Сшивает там ранку Там прячет шовчики И за счет сокращения кожного волос Куда идет лифтинг Здесь на поверхности кожа не повреждается Вообще не повреждается То есть Как говорится Заходишь хорошенько Выходишь еще краше Ничего никто не видит Но внутри Идет послойная обработка За счет разных картриджей Глубоких На уровне подкожной клетчатки На уровне кожи И за процедуру делается около 10 тысяч насечек Если речь идет только о лице А если мы добавим шею, декольте То есть это еще практически столько же Два раза по столько И таким образом Вот эти вот насечки Они как бы в сумме По своей площади Они тоже оказывают Мощный такой лифтинговый эффект Когда они подживают Скажите А вот сама процедура Безоперационного смаз-листинга Она требует какой-то реабилитации? Ну в том-то и Ее преимущество Что никакой специальной подготовки Никакой особой реабилитации не нужно То есть Поскольку с поверхности кожи не повреждается Фокусированный ультразвук Он работает глубже То есть поверхность Эпидермис для него как-то не существует Просто проходит через них И все Вот Поэтому реабилитации нет Каких-то жестких ограничений нет Ну и единственное ограничение Там пару-тройку таких Которые связаны со здоровьем Может быть это кардиостимулятор Кардиостимулятор Это абсолютное противопоказание При прохождении Процедуры фокусированного ультразвука Это может быть какие-то серьезные заболевания Там связанные Может быть с кардиологией С неврологией С онкологией Поэтому обязательно Консультация врача Обязательно И здесь важно помнить О всех своих Вот О всей своей истории Предыстории Чтобы С доктором Это обсудить Вот еще одной популярной Сейчас процедурой По крайней мере Если в интернете Забить строкой Процедуры омоложения кожи Аппаратной Аппаратной Косметологии Это является Микроигульщатой РФ Вот расскажите Как вы относитесь Вот как специалист К этой процедуре Ну как специалист Я очень хорошо Отношусь к этой процедуре И я скажу почему Радиоволна Она всегда использовалась Для именно Тонизации Кожи Омоложения С хорошим Выраженным Таким лифтинговым Эффектом После процедуры Но там Предполагалось Курс процедур То есть это Минимум 5-6 процедур Раз в неделю Раз в 10 дней Ну то есть Нужно ходить Месяц полтора Два Чтобы вот Был такой стабильный Результат А потом Через полгода Там снова его повторять Ну сейчас Время другое Сейчас время Само по себе Ресурс такой Очень ценный И подчас Невосполнимый И то что Радиоволновое Радиоволновое Вот Воздействие В эстетической Медицине Оно как бы Пришло к нам На новой волне Именно сейчас Популярен Фракционный Фракционный Радиоволновой Лифтинг Воздействие Идет И целенаправленно И тоже Фокусировано Разделены Эти потоки Вот Радиоволновые Ну надо Сказать Что То что Вот вы Отметили Допустим Микроигольчатый РФ Да Это только Одна из Методик Современного Фракционного Радиоволнового Лифтинга На сегодняшний день Вот В частности Есть Более 30 Видов Воздействия За счет Разных Насадок Которые Позволяют Решать Разные Эстетические Проблемы Там Допустим Нависание В области Век Это Один вид Электродов Да Это работа Допустим С кесетом Вокруг рта С кесетными Вот этими Вертикальными Складками Вокруг рта Это Другой Вид Насадок Вот Микроигольчатый Радиоволновый Лифтинг То, что В интернете Наиболее популярно Потому что Это может быть Более Понятно Более Доступно Для понимания Это Тоже Специальные Электроды Это Непросто Иголочки Это Электроды Такие Вот Одноразовые Они упакованы Стерильно Используются Только Один раз Иголочки Эти покрыты Позолотой Они Имеют Двойное Действие С одной стороны Когда Она идет В ткани Она создает Тоннельчик Такой А с другой Стороны На нее Ближе К выходу Из ткани Подается Эрефолна Эрефолна Оказывает То действие Которое Она оказывала Всегда То есть Вот Лифтинговая Омолаживающая То есть Она тонизирует Получается Каждая Вот эта Микроскопическая Иголочка Проходя через Да Проходя через Кожу Она тонизирует Кожу Заставляет Сокращаться Но Говорят Что процедура Требует Очень серьезной Подготовки Реабилитации Это так Ну На самом деле Я бы не сказала Что прям там Очень серьезно Если есть Склонность К отекам Идет обработка Вокруг глаз То может быть Отечность Которая держится Больше чем Один день Но все равно Это ну Пару-тройку дней И все То есть Такой какой-то Глобальной реабилитации Здесь нет Это вот Отличает Эту процедуру От той же Например Лазерной шлифовки Где Похожая воздействия Там тоже Лазерные Вот эти Лучики Прошивают кожу Но там Нету Лифтингового Здесь Там нет Вот этой РФ-волны Которая сокращает Тоннельчики Поэтому реабилитация Идет намного Быстрее Чем на той же Фракционной Лазерной шлифовке Ну вот Вы начали говорить Про фракционную Лазерную шлифовку Я тоже очень много Читала об этой Процедуре Вот как Вы считаете Ее действие Оно насколько Полезно Для сохранения Молодости Тонуса кожи Ну смотрите Все эти процедуры В плане Полезности Да Здесь Мы речь Идем Не о здоровье Как таковом Кожи Потому что Про здоровье Это несколько Другие процедуры А речь Идем Именно о том Чтобы Возрастные Изменения Как-то Восстановить Время Несколько Отодвинуть Следующий Возрастной Рубеж Во всяком случае Во внешности Человека Вот И если Раньше Лазерная шлифовка Она предполагала Что лазерный луч Он просто снимает Кожу Поверхность Кожи Полностью Тотальная Это лицо Монстра Кровяная Роса Мы еще Этих пациентах В 90-х годах И у меня были пациентки Которые говорят Что если бы я знала Что это такое Что будет потом Никогда бы не пошла Потому что Это Чувствительность на всю оставшуюся жизнь Это реабилитация полгода И это Ну то есть Это такая Очень травматичная Очень была травматичная Но когда появился Фракционный лазер То есть Когда вот этот Лазерный луч Разделили на На много-много Мелких лучиков Таких Ну достаточно Деликатных Вот И появилась возможность Обрабатывать Не полностью 100% Поверхность кожи А Это где-то 20% 80% Остается Неповрежденное Вот между Вот этими Тоннельчиками Остаются участки Здоровой кожи За счет которой Собственно говоря И происходит Зарастание Вот этих вот Микротоннелей Лазерных Вот И сокращение Кожного лоскута Где-то на 15-20% Лазеры появились Где-то в нулевых годах Вот эти вот Современные лазеры То есть Они уже Используются Уже третье Десятилетие Уже накоплен Ну достаточно Такой Большой опыт В плане работы И с Облиционными Лазерами Которые вот С поверхности Прошивают кожу Да То есть Работают на поверхности Выглаживают Поверхность кожи Мелкие морщинки Полностью Практически Стираются Глубокие Становятся Ну не такими глубокими Они становятся Менее выраженными И Происходит Лифтинг Хороший Почему? Потому что Сокращается тоже Кожный лоск На 15-20% Это вот очень важно Для век Там где кожа тонкая Нежная Да И быстро растягивается И для области вокруг Вокруг рта Для шеи Для больших поверхностей Да Вот Но тем не менее Это реабилитация Кожа осветляется Вот на 1-2 порядка После То есть результаты Видно достаточно быстро Именно И тонус повышается И Тон осветляется Кожа И я читала Также об еще одной Очень популярной Процедуре лазерной Лазерное неодимово омоложение Вот про него не пишут Что он требует Серьезной реабилитации Прекрасный результат Зато И очень быстро Без всяких проблем Без всяких Всяких Неприятных моментов Ну на самом деле Это вот Вы знаете На сегодняшний день Вот Это не абляционный лазер Который с поверхности кожи Не повреждают То есть они тоже Работают в глубине И термис для них Как Какой-то барьер Не существует Наоборот Сразу же после процедуры Есть такой даже термин Неодимовое сияние Кожа начинает Вот В полном смысле Слово сиять Это хороша процедура Не только В плановом порядке На перспективу Но и на выход Если Если вот Срочно Вот Как говорится Нужно сделать Нужно выглядеть хорошо Вот И Это просто Вот палочка-выручалочка На сегодняшний день Что там Какая особенность Этого Этого воздействия Неодимовый лазер Ну там Строго определенная Длина волны Очень экологичный Очень щадящий Нежный Я бы сказала Его очень любят Наши клетки молодости Фибробласты Которые находятся На базальной мембране Они так сразу Оживают Начинают образовать Красивый коллаген С красивой выстилкой Такой ровно За счет Вот Этого тоже Сияние такое Появляется Светоотражающая Способность Растет Они Начинают Образовать Эластин Эластин Кстати До последнего Времени Говорят Что эластин Очень трудно Восстанавливается Практически Не восстанавливается То есть Говорят Что там Стимулируется Синтез эластина Это тоже Не совсем правильно Вот Но в какой-то мере Приостанавливается Разрушение Да И Ресинтез идет Вот именно На Неодимовом На неодимовой Обработке Когда Человек смотрит На себя В зеркало Он себе нравится Он начинает Равиться Всем вокруг Да Это Многого стоит Уважаемые телезрители У нас в студии Была Татьяна Дмитриевна Спарыхина Главный врач Центра эстетической Медицины и красоты Медест Врач-физиотерапевта Лазеролог Косметолог Кандидат Медицинских наук Спасибо вам большое Татьяна Дмитриевна Что вы пришли За такую интересную беседу Вы смотрели Телеканал 6 ТВ Актуальное интервью Будьте красивы Здоровы И счастливы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому